Эпидемиологическая ситуация в Самарском регионе неблагополучная. С начала этой недели ежедневно выявляют более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но больше всего среди пожилых. Прирост заболевших фиксируют в сфере образования, торговли непродовольственными товарами промышленных предприятий, офисов, банков, а также среди госслужащих. За последнюю неделю зафиксировали и рекордное количество заболевших ОРВИ – более 28 тысяч. Это в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом внебольничных пневмоний сейчас на 20% меньше, чем за эту же неделю в 2020 году. В больницах региона развернуто более 7,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются около 500. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бинян на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости участники штаба обсудили дополнительные ограничительные меры в регионе. Например, предприятиям общепита Самарской области предпишут ввести 50-процентную загрузку в залах не только в вечернее время, но и днем. При этом владельцы ресторанов и кафе могут вовсе перейти на формат COVID-free, когда заведение будет открыто только для вакцинированных граждан. В этом случае рассадка должна быть произведена соблюдением всех норм по дистанцированию, однако выдерживать 50-процентные загрузки не придется. В течение этой недели проработают вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме. Губернатор Дмитрий Азаров поручил членам штаба проконтролировать также ситуацию в офисах и банках, где собираются очереди. Часть ограничений коснется спортивной сферы, временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Особое внимание штаб уделил обсуждению мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Для разъяснения необходимости сделать прививку нужно подключить общественный совет, информировать о возможности прививаться на дому. Самоизоляция для людей серебряного возраста сохранится. Однако проработают вопрос о возможности разрешения людям старше 65 лет ходить в фитнес-центры и бассейны по назначению врача, если они привиты. Светлана Кудрявцева, События.